граждане россии уважаемый зритель хватит уже дремать пора менять антинародную власть которая устроила полный геноцид народа это конечно не всех касается потому что большая часть уже очнулись если не мы то нам точно скоро придет конец на неделе шокирующие цифры привела известный ученый доктор физика математических наук людмила феонова до 70 процентов сегодняшних заболеваний и смертей в россии вызваны плохим питанием и прежде всего некачественным питанием а все потому что ценные сорта пшениц идут на экспорт а внутри страны используются чуть ли не фураж вы понимаете если доктор известный ученый говорит о таких факторах как этому не верить последние два десятилетия правления путина в россии отмечается резкий всплеск опасных инфекций гепатита врожденных аномалий снижение иммунитета а на учете в онкоцентрах состоит около четырех миллионов россиян что вы думаете уважаемый зритель по этому поводу напишите свое мнение в комментариях а также если вы хотите отставку кремлевских крыс не оставайтесь в стороне проявляйте активность и ставьте лайки сегодня наша страна живет в условиях рыночной экономики а рынок заточен лишь на одном получении прибыли поэтому о качественной еде речь не идет людям приходится есть просто то что есть хотя сколько наша страна добывает нефти сколько полезных ископаемых у нас есть но все эти так скажем народные ресурсы используются не для поднятия экономики не для нашего блага а только для обогащения их собственных карманов давайте поговорим о еде сегодня даже официальные органы россии признают что до 70 процентов смертей обеспечивает некачественные благодаря вот этому рынку мы снова возвращаемся вот к этой календархической системе власти благодаря рынку рынку заточенному только на одно на получение прибыли люди не просто потеряли стыд и совести они потеряли разум у нас сняты госты у нас каждый производитель может делать что он считает нужным контролирующих организации практически нет а если есть то все решается завтра а кого ты обманываешь посмотрите на наше молодое поколение у нас дети имеют иммунный статус хуже стариков ну пойдем по порядку эксперт говорит о том что сегодня качество продуктов непрерывно ухудшается из-за того что мы вынуждены прибегать к искусственному допингу к удобрениям нам нужно максимально чтобы все быстро появлялась все эти продукты генетически модифицированы они вызывают аллергию онкологические заболевания и конечно же бесплодие мы всегда говорили пословицу и учили детей что хлеб всему голова а сегодня уже невозможно сказать о том безопасно ли вообще есть такой хлеб первое хлеб самый популярный русский продукт вообще можно есть в россии во первых начнем сначала на западе уже говорят о том что селекционная пшеница которую выводили из соображения морозоустойчивости там продуктивности урожайности и так далее никто не проверил а как она через организм пойдет оказывается в ней полно глютена сейчас на западе модные антиглютеновые или безглютеновые диеты очень много народу в россии знает слово глютен даже в самолете если ты летишь с запада можно заказать безглютеновые что такое наш хлеб посмотрите кто сейчас в чьих руках хлеб россии что мы имеем на выходе какой хлеб многочисленные исследования честных экспертов показывают что на внутренний рынок россии идет не кондиционное зерно кондиционное продается за день внутрь россии идет зерно низкого сорта и чтобы то что из него произведено походило на хлеб в россии поставлено несколько заводов по моему их 4 которые производят химические добавки которые делают вот эту дрянь которую вот производят из плохой пшеницы похожий на хлеб они создают вкус цвет запах они вообще дают возможность тесту подняться без них она не поднимается дают вот этот припек эту корочку то есть мы едим муляж мы едим муляж который совершенно вреден для здоровья и ничего хорошего нам не даст я уже не говорю о том что даже качественная пшеница на западе сейчас не популярна от хлеба отказываются многие в русских магазинах так сказать экологических появилась так называемая пшеница 1 зеренка вот это 1 зеренка это тот хлеб который производили наши дедушки и бабушки он не селекционный он природа ну и даже с ним надо обращаться аккуратно потому что наши несчастные дети аллергики и глютена неплохо переваривают чаще речь идет о заменители хлеба эрзац токсичный продукт который очень вреден для здоровья сегодня у нас практически нет контролирующих организаций сняты абсолютно все госты и поэтому каждый производитель практически может делать все что ему заблагорассудится а если возникнут какие-то вопросы к их продукции то все можно решить за что естественно за взятки но кого может обмануть такой производитель посмотрите на наших детей которые сегодня имеют иммунный статус хуже чем у стариков вы вспомните граждане когда в классе допустим был человек 1 на 30 в очках и все с него как-то подшучивали на сегодняшний день смотришь на молодежь в классе из 30 человек человек 8 а то и больше в очках все то что происходит на сегодняшний день это просто роковой провал хлеб который мы ели 50 70 лет назад не имеет ничего общего с тем что мы едим сегодня также эксперт отмечает тот факт что сегодняшняя тенденция такова продуктов питания на земле будет становиться все меньше и меньше потому что мы уничтожаем экосистему планеты я с ней полностью согласен людмила феонова отмечает что сейчас ключевое слово во всем это прибыль вы посмотрите что они делают они уничтожают леса они уничтожают заповедники им абсолютно на все наплевать на природу на животных на экологию все что их волнует это прибыль сегодня думает о том что количество можно компенсировать качество поэтому о качестве вообще забыли думать им лишь бы продать побольше заработать прибыль побольше а в погоне за этой же прибылью отмечает доктор они готовы уничтожать здоровье людей и детей у них нет ни совести не чести также эксперт рассказала и о шикарных архолдингах которые так расхваливают с экранов телевидения первое хлеб второе посмотрим у нас так хвастают что мы там сделали столько агрокомплексов где производят там что у нас кур яйца свиней говядину и так далее давайте посмотрим что это за комплексы что за продукцию они дают под действием стимуляторов у нас курица дает несколько яиц в день сейчас все обсуждаются 9 яиц в коробке а что это за яйца да они стали дороже на по качеству то мы вообще не смотрим слово на слово качество потому что нас зажали в такую нищету что нам чего-нибудь только бросить эти комплексы самый настоящий концлагеря для животных и на выходе мы имеем продукцию которая убивает людей там применяются такие стимуляторы роста там без конца колят антибиотиками коров свиней птицу а кормят их гена модифицированной соей в результате мы получаем просто бомбу доктор привела в пример когда ее коллеги рассказывали что мясо кусок свинины который был изготовлен на одном агрохолдинге увеличивался буквально на глазах рост на прилавке магазина потому что в него было закачано огромное количество гормонов роста а у дохлых просят которых выбросили на помойку лопалась шкура потому что они росли после смерти это действительно какой-то фильм ужасов для наших людей говорит людьми во есть такая омерзительная предсказка жить вообще вредно а вот про качество могут уже думать богатые страны посмотрите как ведет себя европеец американец канадец он прежде всего смотрит на этикетку он долго ее читает конечно нельзя сказать что наш народ он не так глуп чтобы обвинять его что мол не понимают что вредно что полезно народ просто вынужден покупать такие продукты потому что у него нет денег вот и хватает что подешевле но не факт что то что подороже будет полезным что делается с детьми которые едят вот это все целый букет болезни мы получаем больное поколение мы по существу его решаю лишаемся как у нас вообще относятся к детям кто-то понимает что памперсами нельзя пользоваться мальчик будет импотент нет это выстрел направленный в будущее кто-нибудь вообще запретил бутылочки пластмассовые и соски пластмассовые в россии тем более бутылочки с бисфенолом тяжелейший яд который рождает все онкологию потерю иммунитета аллергии и так далее нормальные страны давно запретили бутылочки с бисфенолом в россии они идут мы ребеночку своему даем яд что мы будем дальше делать с такими детьми какое спасибо они нам скажут когда они входя в сознательный возраст выяснят что мы сделали их инвалидами увлечение гмо генетически модифицированными продуктами которые очень выгодны торговли и дают большую прибыль компаниям она смертельно для здоровья потому что гмо она чревато многими последствиями во первых она дает на прямо напрямую бесплодие рак аллергии мы можем сказать о том что у нас есть государственные контролирующие органы но они к сожалению допускают на прилавке мясо которая растет на том же прилавке вы представьте сколько в него накола на всяких гормонов что в результате в результате больные дети больные старики больные люди среднего возраста ведь работу контролирующих органов тоже определяет прибыль соответственно такая работа и такой контроль тоже равны нулю органы которые должны осуществлять контроль находятся на содержанию госбюджета который наполняет в том числе и эти агрохолдинги и никакие контролирующие органы против агрохолдингов никогда не пойдут уважаемые сограждане все кто нас слышит кто нас видит становитесь умными поддерживайте умных объединяйтесь в организации группы которые будут заниматься здоровьем которые будут спасать детей которые по сути дают дадут будущим поколениям шанс выжить не плюйте на свое здоровье уважаемые зрители уважаемые граждане россии что вы думаете по поводу этой информации обязательно оставляйте свое мнение в комментариях и делитесь данной информацией всем здоровья и любви